Девушки отдыхают В этом году представлены работы Ольги Деевой и Виталия Беспрозванного, опытных мастеров, творчество которых полюбилось многим. Выставка Ольги Деевой и Виталия Беспрозванного – это первая выставка картинной галереи в 2019 году. Минусинская палитра 2018 состояла из 73 работ 43 художников. Это множество стилей, техник, видений, и это замечательно. Однако составить представление о творчестве отдельного автора по одной-двум работам, конечно, невозможно. Чего не скажешь о выставках персональных. На выставке Отражения перед нами предстают два разных образа двух самобытных художников. У каждого из них своя манера и свой взгляд. Яркие краски окружающего мира, игра света, фантастические образы, причудливые линии. Что отражают данные произведения? Мы смотрим на картину, на предмет декоративно-прикладного искусства и видим отражение действительности, мыслей, чувств автора или отражение своей собственной души. Каждый зритель для себя определяет сам. Слово Елизавете Михайловне Лисковской, заведующей отделом картинной галереи. Дорогие друзья, наши авторы, и Ольга Деева, и Виталий Беспрозванный, всем нам хорошо известны, кто бывает на наших выставках. И они активно участвуют в различных художественных проектах, в том числе в картинной галерее, сейчас в музее Мартянова. Но, тем не менее, хочется бы немножко подробно представить. Родилась Ольга Александровна в Камчатске, на Камчатке, да, с 93-го года живет в городе Минусинске. Ольга Александровна выпускница Владивостокского художественного училища Хакайского государственного университета имени Катанова. И окончена по специальности декоративно-прикладное искусство и народные промозды. У нее большой педагогический стаж. Ольга Александровна работала преподавателем в детских художественных школах в Петропавловске-Камчатском, Минусинске, в Абакане, в Минусинском педагогическом колледже. А с 2013 года преподает композицию, графику, историю орнамента и декоративно-прикладного искусства в Минусинском колледже культуры и искусства. Как художник, а я готовят информацию, справку о ней, я к Ольге Александровне подходила, так в каких вы стилях, жанрах работаете, как указать техника. Все писала, вечером созваниваемся, а вот это я забыла. И сегодня пришли днем, да, а я забыла. Керамику я еще не назвала. То есть многогранное творчество Ольги Александровны работает в станковой монументальной живописи, графика, декоративно-прикладное искусство, фельцевание, авторская кукла, керамика, смешанная техника, кожа, металл, побег, маше и многое другое. И во многих выставках и городских, и краевых, и региональных, и всероссийских участвовал наш замечательный автор Ольга Александровна, это Минусинская ваканская Красноярск, Санкт-Петербург, Москва. И неоднократно она была победителем и лауреатом конкурсов по прикладному искусству. Работы Ольги Александровны находятся в музее имени Мартианова, и вот одна из работ «Разбушенная тайга», мы можем посмотреть ее отдельно, обратите внимание, там есть специальная подпись, что из фондов музея. Музей-заповедники Шушенская в Минусинском колледже культуры и искусств и частных коллекций. И Ольга Адеева, член творческого объединения Минусинского художника «Колорит». Ну вот вроде бы информацию все я сказала, но вот хочется особенно это объявить и ее поздравить с тем, что ее работа была принята для участия в проекте «Ангела мира». Это работа «Уходя, зажигаем звезды», в витрине эскиз этой работы есть и есть диплом соответствующий. И вот то есть там, помните, календарь на каждый день, и вот Олья Александровна, она выбрала 24 июля, день святой Ольги, а рядом за ней 25 июля это картина Варвары Бондиной. Вот они рядышком там оказались. Поэтому поздравляю сердечно с участием, вот все мы присоединились с участием в проекте «Ангела мира», да, что работа принята, который, кстати, 12 июля будет в музее Немартьянова. Второй этап, поздравляем вас. И мы давно с вами знакомы, и я еще поздравляю с открытием выставки, желаю всех благ и творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо, Елизавета Михайловна. Слово Ольге Александровне. Дорогие друзья, я очень рада, что вы собрались ради двух наших персон. Это впервые в картинной галерее мы проводим, по крайней мере, мы здесь проводим, да, свою выставку. Чаще всего мы были участники, ну, части большой выставки и других художников. И, наконец, настал день и час, благодаря тому, что вот проведение так вот сложилось, и вдруг мы оказались здесь перед вами. Очень для меня это очень ответственно, потому что мне хотелось показать своим творчеством, ну, по крайней мере, теми картинами, которые здесь представлены, что я работаю уже давно, давно и по-разному. Хотелось показать, как это было чуть раньше, чуть позже, сейчас. Я разная, и хотелось показать, что художник, он все время совершенствуется, он старается творить, расти, повышать свою какую-то квалификацию. У него жизненный опыт меняется, и поэтому его творчество может многогранным быть. И это хорошо, что мы можем показать, продемонстрировать в этом замечательном здании свои произведения. Замечательно то, что здесь прекрасно принимает нас. Очень тепло. Я очень благодарна картинной галереи за то тепло, за участие, за чай и кофе, когда прибегаешь между уроками во время обеда, чтобы оформить выставку, где-то что-то принести. За советы педагогов, преподавателей художественной школы, которые всегда так помогают в отборе работ, как разместить. Я очень благодарна своим педагогам, которые тоже подсказывали, советовали, как, что, где, потому что иногда творческий человек сомневается в своих каких-то, наверное, образах, думает, может, не так что-то, может, не то. А тут все как бы складывается, когда рядом есть хорошее дружеское плечо. Я очень благодарна своим друзьям. Когда я стала готовиться к выставке, меня очень так удивило, и, в общем-то, было приятно, когда спросили меня, чем мы можем помочь. Вы знаете, очень приятно, когда тебя всегда кто-то может помочь, в любой момент поддержит. Поэтому я очень благодарна и друзья. Благодарна, конечно, и самое главное, это своему мужу. Сегодня он не сможет присутствовать далеко. Он работает в Абакане и никак не смог вырваться, потому что, в первую очередь, все вот эти вот тяжелые рамы, пятый этаж, спуски, подъемы, куклы, переносы до такой степени, что вчера и гараж забыл закрыть, уехал в Абакан, а то соседи звонят, гараж на распашку среди города. Ну, в общем, я очень благодарна за то, что он всегда может помочь и где-то вот подсказать, ну ты что тут делаешь, ну вот неправа ты, ну вот мы спорим с ним. Вот последний проект, который у нас здесь есть, кошка представлена на мотоцикле, это наш совместный проект, потому что я поняла, мы уже часть, мы отражение друг друга, мы дополняем друг друга. Да, он любил мотоциклы, да, я любила своих куколок, но создалось же такое вот сообщество, значит, надо что-то сделать общее, чтобы было и мужское, и женское, чтобы он отражался во мне, а я в нем. Поэтому эта девочка на мотоцикле кошка, она с цветочками, но она рокерша, она готова лететь дальше, у нее сезон открыт. К чего сезон? Мотокросса ли? Либо к любви, либо к творчеству? Ну это другой вопрос, каждый для себя решит. Ну это наш совместный проект, который помог нам объединиться, говорить на одном языке, и когда он был в командировке, я только звонила и спрашивала, а как там вот какие-то детали, вот чего? Ну я в субботу приеду, проверю, каждую субботу приезжал, говорил там, пропорции не те, что ты там нарушила, другие мотоциклисты приходили, тоже говорили. То есть это до такой степени объединяет, оказывается, творчество не только может быть внутри себя, но оно еще помогает объединять. Объединять уже семьи, объединять близких людей, делать общие дела. И слава Богу, что есть такая возможность, это объединение показать вам, зрители дорогие. Я очень рада, что вы здесь, что вы рядышком. Может я не всех поблагодарила, я обязательно лично поблагодарю каждого, кто участвовал, помогал в этой выставке. Я могу сказать одно, что картина галереи, я хочу подарить работу, подморозила. Пусть будет память обо мне и о моем творчестве. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так. Это отражение. Я вам вручу вот такую благодарность от Шушенского социокультурного центра, где сейчас проходит выставка минусинских художников, которая называется «Минусин с глазами художников». Вот, и работа Ольги Александровны там тоже участвует. Откуда берётся вдохновение? Источников множество. Например, идёт художник по улице и вдруг замечает прекрасный букет в луже. Какой контраст! Это вдохновляет художника. Он передаёт своё вдохновение в работе. Эту работу на выставке замечает поэт, принимает волну вдохновения и рождается стих. Надежда Петровна Кирсанова, поделитесь, пожалуйста, с нами, что у вас получилось. Спасибо. Ну, в первую очередь, хочется поздравить художников наших за такой замечательный отдых, вечер такой чудесный. Такие работы просто невозможно будет забыть. Ни кукол, ни ключи там из металла, изгороди такие чудесные и всё. А вот сюжет стихотворения «Веточка сирени» мне подарила Ольга Деева. Ну, как-то случайно разговаривали, седу, говорит, и в луже вот сирень лежит. Ну и… А у меня как-то вот сразу, видимо, и родилось стихотворение. Потом смотрю на её… Ну, короче говоря, вот эта работа привлекла моё внимание, и я… Ну, родилось такое стихотворение. Веточку, цветущую сирени, кто-то в лужу бросил, И она, не заметив в этом оскорблении, ещё пуще в лужи расцвела. Кажется, довольная с любовью. Может быть, пригрезил селесат, Что она с нагломленной душою источает пряный аромат. Ей не знать пушистого букета, не расправить в нём свой сарафан. А сейчас своим прощальным светом привлекла внимание горожан. Будто говорит, очнитесь, люди, посмотрите, как прекрасна я. Даже в этой грязно-серой луже не завяла молодость моя? Странная, неведомая сила в той сирене брошенной была. Я свои глаза туда косила, где она так яростно цвела. Мне казалось, плачущий ребёнок на исходе гаснущего дня Грязный и промокший кукушонок тянет руки и зовёт меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В настоящее время учится на отделении станковая живопись и графика. С 1982 года живёт в селе Тесь Минусинского района. 15 лет работал художником-оформителем. И не все это знают, но Виталий Алексеевич является автором проекта около Тесинского художественного музея «Суриков на Минусинской земле» и автор памятника «Дважды Героя Советского Союза» Степановичу Кретову в селе Малая Нечка. Известен Виталий Алексеевич своим мастерством в декоративно-прикладном творчестве. Тоже долго я его пытала, что же там, что надо указать и как. Это, понятно, художественная обработка металла. К сожалению, на этой выставке эти работы уже где-то там стоят, садовые скамейки там или где-то на улицах. Но фрагмент садовой калитки и подсвечники, вот замечательный этот ключ, тоже можно будет посмотреть вот здесь. Это резьба по дереву, лепка из полимерных материалов. И вот все рамки, именно очень долго мне объяснял Виталий Алексеевич, что я не всё поняла, но рамки мастер делает сам. Вот, и поэтому его работы отличаются не только яркостью, сущностью крашеных, но и вот таким декором своих рам. Работы, да, и вот кроме того, что Виталий Алексеевич мастер декоративно-прикладного искусства, он ещё автор живописных пейзажей и натюрмортов. Работы Виталия Алексеевича находятся в Тесенском художественном музее, в Доме народного творчества в Красноярске, в частной коллекции в России и за рубежом, и в Минусинском музее имени Мартьянова. Это вот работа «Сирень». И самая ранняя работа его на этой выставке «Первый снег» – работа 1998 года. Виталий Алексеевич, участник художественных выставок с 1998 года, вот когда картина была написана, неоднократный дипломант всероссийских и коровых фестивалей народных мастеров. Назову только последние две работы, которые, работы Виталия Алексеевича достоины дипломов и наград, они здесь находятся просто. Это в 2017 году, во всероссийском конкурсе художественного творчества «Я рисую весеннее настроение» диплом первой степени получила нудковка, это не пристала ковка «Весна», художественная оборотка металла, и также пейзаж «Сирень». Вот она здесь уже в фондах, она здесь есть. А на этом же конкурсе «Рисую весеннее настроение» в 2018 году диплом получил художник за пейзаж «Ветка черёмухи над ручьём». Вот она тоже здесь экспонируется в этом зале. Поздравляю, Виталий Алексеевич, с открытием такой парной, интересной выставки. И я благодарю Татьяну Ван Суворову, которая была автором идеи вот такой выставки, где показаны и мастера декоративно-прикладного искусства, и живописцы. И в итоге получилось такое нарядное, интересное, творческое содружество. А название отражения придумал Ольга Александровна Деева. Спасибо вам и за это. Поэтому всех поздравляю вас с открытием выставки. Хотелось бы услышать автора. Виталий Алексеевич. Дорогие друзья, во-первых, спасибо. Огромное благодарность, что вы сегодня все пришли. Пришли минусинцы, пришли мои коллеги. Огромное спасибо моему брату, который поддерживает меня в проектах. Эта выставка творческая, она отчетная не только в натюрмортах, пейзажах. Значит, она еще отчетная в творческих пленэрах, в которых мы участвовали по программе «Минусинские художники узнать наших». Значит, это по этнографическому музею заповедника Шушенска и по Усть-Каспе, где мы общались, работали вместе. И вот в результате творческого этого пути мы здесь представили свои работы. Значит, я что могу сказать? Конечно, я горд, что на сегодняшний день на площадках, как региональных, так и на федеральных, представляя нашу минусинскую землю, с гордостью отдаешь себе отчет, что это такое, что за наша земля, какая она хлебосольная у нас эта земля, насколько она многогранна, живописна, контрастна. И поэтому, конечно, на этом поприще у нас много предстоит сделать работы. Значит, в дар еще Минусинскому музею Мартиану и передаю очередную работу. Значит, это по Шушенскому тоже пленэровская работа. Она дополнит. Что хотелось бы еще поделиться, какими планами? Сейчас, значит, после этой выставки в 2019 году я запускаю два новых проекта. Это посвященные, значит, 200-летию Минусинска. Значит, это архитектурное убранство Минусинска. Вот наша теплота этих пастелевых старинных зданий, которые в своей красоте кирпичных кладок, деревянных наличников, они отражены и представлены. Вот тут надо нам, конечно, на площадке нашего Минусинского сочиства все это дело представить. Второй проект будет посвящен, значит, непосредственно трем этапам развития. Это дореволюционный период Минусинской котловины, Минусинского уезда. Второй, значит, этап идет после революционного периода и до страниц новой истории нашей России. И третий этап уже результатов. Значит, на сегодняшний день будут представлены, значит, тематики, это не только в национальном костюме, которые люди здесь, в их повседневном обиходе постоянно использовались. Значит, будет представлено в Сибирском федеральном университете. Значит, тематика православия, она будет представлена в Успенском монастыре. И те традиционные ремесла, которые у нас за 200 лет, насколько они были востребованы, представлены, значит, непосредственно в повседневном обиходе, значит, в Доме народного творчества Красноярска, Красноярского края. Значит, и уже завершающая выставка планируется в общем спектре представить в Международном выставочном центре в Красноярске на Стрелке, значит, уже в 23-м году. Хотелось бы, конечно, вот в этих промежутках уже представлять и знакомить минусинцев и моих коллег, значит, непосредственно вот с этими мыслями, которые мы сегодня видим, с тем наследием, которое нам досталось. Поэтому работы у нас очень много. Спасибо вам всем большое. Спасибо авторам. Спасибо всем, кто сегодня пришел выразить художникам свое уважение и восхищение. С открытием выставки вас поздравляет Мария Ярахно, студентка Колледжа культуры и искусства. Сейчас для вас прозвучит композиция Айона Бела в бою. Я хочу быть любима тобой. Композиторы Герберт Стотхарт, Гарри Руби, саксофон. Помочь? Нормально. Все. Спасибо. 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 Аплодисменты. А сейчас слово предоставляется шумской любови Владимировне. Спасибо. 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 Природа некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами, как в чаще символов мы бродим в этом храме и взглядом родственным глядит на смертных он. «Подобно голосам на дальнем расстоянии, чей смутный хор един как свет и тень перекликаются звук, слово, форма, цвет, единый смысл, обретшие в слиянии». И вот сегодняшний вернисаж – подтверждение слов известного французского поэта Шарля Бодлера. И звук, и слово, и форма, и цвет – все участвуют в празднике в этом храме искусств. Очень рада за вас, Ольга Александровна, и за вас, Виталий Алексеевич. Большое спасибо, что пригласили на выставку. Выставка, я еще не погрузилась, но выставка вот так вот визуально замечательна. Уже обменялась несколькими словами с художниками, с ценителями. Ну и составилось у меня некоторое собственное представление и впечатление от этой выставки. Ну, во-первых, организаторам тоже огромное спасибо, хороший праздник устроили. Но, вы знаете, очень грустно, что звучит имя Николая Михайловича Мартьянова, а имя Крупского, детище которого, картинная галерея, очень печально, что об этом забывают. Я считаю, что Крупского в данном случае надо ставить всегда на первое место. Во-вторых, я знакома с творчеством и Ольги Александровны, и Виталия очень давно. Вот с 98-го года, как Виталий стал выставляться. А с Ольгой Александровной мы еще работали вместе в педколледже, и тоже она здесь у нас выставлялась. Рост замечательный, известно, что время работает на вас. И тут вот с некоторыми коллегами и в интернете я вступила в полемику с некоторыми художниками о том, что вот картины и рамы не всегда соответствуют друг другу. Я совсем не согласна с этим. Посмотрите, какие замечательные рамы у художника. И в интернете прозвучало, что это некрасиво и что это не должно так быть. А я с этим не согласна. Рама — это тоже произведение искусства. И рама всегда, она говорит об авторе. Эволюция рамы очень прошла долгий путь. Еще первые картинные галереи были в античности. Они назывались пинакотеки. И там были пинаки, просто доски. И на них, и на деревянных досках, и на мраморных, и портреты героев, и пейзажи какие-то были. Конечно, не такой цвет, такой палитры еще тогда не было. А вот позднее, когда в эпоху Возрождения картина стала окном, не окном, стала зеркалом жизни. И вот тогда, в эпоху Возрождения, вот такие вот красивые рамы изготовлялись самими художниками. И они действительно как зеркальная рама, как отражение жизни. Спасибо, Виталий. Работы замечательные, рамы замечательные. И позднее, конечно, в начале 20 века, когда абстракция, абстрактная живопись и так далее. И вообще, вспомним, Малевич, там, других художников абстрактных, раме не придавалось нисколько значения. Иногда картины выставлялись просто без рам. А сегодня, я считаю, что не вправе отказывать художнику в этом творчестве. И выставка вообще замечательная. Спасибо вам огромное. Друзья, наш вечер завершается. Желаем всем вдохновения, здоровья, успехов, хорошего настроения. Напоминаем, что выставка будет работать у нас до 17 февраля. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...